День ставит свой автограф. Чем запомнилась среда, расскажу я, Дарья Жилина и мои коллеги. Здравствуйте. Бюджет на 2023 год принят в первом чтении. Ко второму подготовлено больше 100 рекомендаций от комитетов областного парламента. С какими цифрами депутаты уже согласились, а что нуждается в корректировке? Ответ у моего коллеги Артемия Заварзина. Бюджет с дефицитом около 16%, но при этом сохранением всех статей расходов на социальную политику. Это почти две трети средств из запланированных 143 миллиардов. На образование, на дрохранение, культуру, спорт, на широчайший инструментарий, адресных мер поддержки наших северян. Вторая задача – это развитие инфраструктуры региона. Ну, проще говоря, это инвестиции в будущее. Сегодня, вопреки опасениям, идет определенный рост. Пусть умиренный, но он рост. И сегодня, согласно структуре бюджета, на экономику возросло до 16,5%. Однако депутаты рекомендовали региональному правительству предусмотреть дополнительные средства на ряд значимых статей. Это касается лекарственного обеспечения, это касается государственного регулирования тарифов по жилищ-коммунальному комплексу, по транспортному комплексу. Это касается ремонта, строительства объектов культурной сферы, библиотеки, музеев. Среди прочего, расходы на культуру в 2023 году составят рекордную цифру почти 3 миллиарда рублей, на треть больше, чем в текущем. За счет федерального и областного бюджетов будет начато проектирование и строительство школ. Мы продолжаем вопросы поддержки детских садов, мы закрепляем расходы областного бюджета на реализацию задач обеспечения классного руководства, обеспечения питания. Из нового в образовании за счет средств регионального бюджета мы будем поддерживать школы, где действуют точки роста. Отрадно отметить, что у нас, внимание, большой дорожный фонд планируется приводить в нормативное состояние не только дороги региональные, но и муниципальные. Это не может не радовать то, что инвестиционные программы будут реализовываться. Проектом бюджета 2023 года предусмотрено увеличение почти на треть субсидий муниципальным образованиям. Сумма более миллиарда. Также на 26% увеличено финансирование по усилению пожарной безопасности в районах. Кроме того... Реализация дорожной карты по поэтапному повышению уровня оплат труда основного персонала пожарных частей. В этом году мы провели правительственный час, на котором настояли, чтобы в эту дорожную карту включили и сотрудников службы спасения имени Поливанова. Это было сделано. Более чем на 20% в бюджете на следующий год заложены средства именно на повышение уровня оплат труда пожарных и спасателей в Архангельской области. На треть до 1 миллиарда увеличены расходы на кадровое обеспечение медицины. Прежде всего, это существенный рост расходов на осуществление ежемесячных денежным выплатам тем медикам, которые работают на отдаленных труднодоступных территориях. И эти расходы по расчетам в следующем году уже превысят 320 миллионов рублей. Все понимаем, в каких условиях сегодня мы формируем бюджет, поэтому очень аккуратно и очень прагматично подходим к этим цифрам. Тем не менее, расходы в областном бюджете вырастут по сравнению с текущим годом на 5 миллиардов рублей. Основные направления, куда мы предполагаем направить эти денежные средства, касаются людей. Это поддержка тех, кто воспитывает детей. Практически на 2 миллиарда мы увеличиваем поддержки на предстоящий год. Мы в обязательном порядке предусматриваем дополнительные средства на повышение заработных плат бюджетников и увеличение минимального размера оплаты труда. Практически 8 миллиардов. Второе чтение бюджета на сессии в середине декабря. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29. Архангельская область и Рослесхоз заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документами поставили губернатор и глава ведомства. Встреча прошла в рамках шестой международной научно-практической конференции. Проблемы инвентаризации лесов и лесоустройства. Резюме услышанного у моего коллеги Александра Богдановича. Россия – мировой лидер по лесопользованию и лесному хозяйству. У нас пятая часть всего зеленого богатства планеты. А потому и внимание к теме пристальное. Как отметил глава региона, в отрасль вкладывается пятая часть инвестиций всего по море. Это приоритетные инвестпроекты, благодаря которым только за последние 10 лет объемы производства по ряду позиций увеличились кратно. Сегодня Архангельская область и Рослесхоз заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках лесоустройство практически на всей территории региона, чтобы создать надежную цифровую базу данных. Я хотел бы напомнить, что по обращению губернатора к Виктории Валерьевне Абрамченко правительству Российской Федерации было дано поручение, чтобы Архангельская область стала первым регионом, которая в современном новом цикле лесоустройства полностью была лесоустроена. Это поручение мы выполним. И это во многом определило то, что Архангель стал площадкой международной научно-практической конференции «Проблемы инвентаризации лесов и лесоустройства». Как отметил Александр Цибульский, одна из главных задач – получение достоверной и своевременной информации о ресурсах, их количественных и качественных характеристиках. Главными принципами этой работы, на мой взгляд, должны стать интересы жителей лесных регионов в первую очередь, лесопромышленников, ну и, конечно, самих территорий, где эти работы будут проводиться. За три года нам предстоит провести работы по лесоустройству практически на всей территории Архангельской области. Сегодня эта без преувеличения фундаментальная работа вновь становится основой управления лесным хозяйством. Передача функций лесоустройства на федеральный уровень позволила централизовать подходы и выделить приоритеты. «Наша задача – уйти от бумажных карт, бумажных фланшетов, чтобы лесное хозяйство было полностью цифровым, полностью прозрачным, от делянки, от отвода, или там, от акционного описания лесосейки, как уже вспомнилось с 1 марта 2000 года, до глобального лесного планирования и так далее». Иван Советников также добавил, что такая цифровизация возможна при эффективном взаимодействии Рослесхоза с региональными лесными ведомствами и лесопользователями. Кроме Архангельской области, пилотами стали Красноярский край и Иркутская область. «Мы за три года должны полностью лесустроить нашу территорию, обеспечить эффективное дальнейшем использование этих материалов. Самое главное – сейчас отточить технологии, которыми сейчас будет это лесоустройство проводиться, внедрить новые технологии, цифровые технологии, для того, чтобы максимально эффективны, в конце уже были материалы, которые мы получим». Программа конференции предусматривает проведение различных секций, где обсудят внедрение цифровых технологий при проведении лесоучетных работ, инновационные пути развития лесоустройства, предложения по технологическому и нормативному совершенствованию государственной инвентаризации. В фокусе внимания и профподготовка специалистов с учетом передового опыта. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. В Северодвинске завершается приемка одного из самых необычных парков, благоустроенных по программе «Комфортная городская среда». Скамейки для великанов, кривые фонари и сразу четыре разных вида дорожного покрытия. Николай Цыпп расскажет подробнее. Поставить фонари специально криво оказалось не так-то просто, отмечает подрядчик. В парке за НТЦ «Звездочка» на Яграх сегодня завершается благоустройство. Идет основная приемка. Эта территория обновлена по программе «Комфортная городская среда» за 68 миллионов рублей. Вообще очень интересный дизайн-проект был предусмотрен. Работы выполнялись изначально в соответствии с графиком, но из-за задержки оборудования не все детские площадки были поставлены. Дорожные знаки сегодня устанавливаем и завтра площадку для выгула собак. И объект будет полностью закончен. Сложности возникали и с укладкой разных типов покрытия. Здесь дорожки из обычного асфальта, а здесь трехцветная нескользящая плитка. Есть и вставки из долговечной лиственницы. Недочеты были уже исправлены. Вообще у нас здесь было порядка 11 этапов выполнения работ. Каждый этап сопровождается приемкой, на каждом этапе высказываются замечания. На сегодняшний день у нас практически по всем этапам, за исключением установки дорожных знаков и площадки для дрессировки собак, мы готовы отдать их в оплату. Уже приступил к работам и подрядчик по содержанию нового парка. В обязанности входит ежедневная уборка мусора, очистка, обработка дорожек и, конечно, следить за порядком в парке. Вот уже сломана половина ограждения, вырваны некоторые кустарники. Глава города напомнил хулиганам, что сейчас все объекты благоустройства будут под видеонаблюдением. И этот парк не исключение. Не знаю, может быть, новое поколение мы вырастим, которое будет себя по-другому вести. Не хочу никого обижать, но я тоже очень болезненно это воспринимаю, поверьте, потому что знаю, сколько сил, энергии, затрат. Это требует, чтобы создать вот эту территорию. Проект парка носит название «семейный», поэтому здесь каждому найдется занятие и место для отдыха. Отметим, что серая невзрачность надписи «Ягры» – это тонкий замысел дизайнера. Вся красота раскрывается в темное время суток, когда в парке включается подсветка. Здесь установлен и туалет. Сейчас решается вопрос по его режиму работы. В новом парке есть и велопарковка, разумеется. Но что из необычного, здесь же висят инструменты, отвертки и ключи. И даже есть насос для подкачки. Но по ощущениям он почему-то не работает. К окончанию сдачи парка подрядчик насос восстановит. А после неаккуратное использование всего, что есть в парке, станет проблемой местного бюджета. На все прочее гарантия у подрядчика три года. В Поморье пневмония по-прежнему остается частым заболеванием. В год число больных увеличивается в среднем на 10 тысяч человек. Но современное оборудование готово переломить эту тенденцию. За счет чего выяснил Дмитрий Черноусов, который расскажет и одну из историй в буквальном смысле борьбы за жизнь. У Ксении Солдатовой и ее сына Миши важная миссия – выразить слова благодарности врачам за их жизни. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляю. С годиком вас. О том, что происходило с Ксенией год назад, ей и вспоминать тяжело. Я слабо что-то помню. Помню только то, что было тяжело дышать, тяжело делать выдох. Поверхностное дыхание у меня было. Врачи как могли боролись за мою жизнь. На сороковой неделе беременности Северянка попала в областную больницу. Уже тогда она болела коронавирусом в тяжелой форме. И эта ситуация требовала неотложных родов. Предусмотрела ситуация, что ребеночек будет крупный. Поэтому мы со всех сторон ситуацию скорректировали. И роды разрешили ее в дневное время, чтобы непосредственно оказать всю квалифицированную, специализированную помощь. Роды осложнились проблемой. Потому что инфекционный процесс данного заболевания, он поражает сосуды и систему гемостаза. Поэтому небольшие были осложнения после родов. Но мы справились с этой ситуацией благодаря расширенной бригаде. Несмотря на все испытания при родах, они прошли успешно. Ребенок родился здоровым. Правда, после состояние молодой мамы ухудшилось. Ксению перевели в отделение реанимации. У нее было тотальное поражение легких, которое сопровождалось дыхательной недостаточностью. Врачи незамедлительно подключили к аппарату ИВЛ и начали борьбу за жизнь. Состояние было крайней степенью тяжести. Оно обусловлено было полиорганной недостаточностью. Но прежде всего это была тяжелая кислородная недостаточность. То есть органы и ткани испытывали кислородный голод. Поэтому приходилось использовать методы искусственной вентиляции легких. Распиратурной поддержки и других поддерживающих методов. В таком состоянии молодая мама провела целый месяц. Пневмония остается одним из страшных заболеваний. И среди причин смертности она стоит на четвертом месте. Чтобы ускорить выявление возбудителя пневмонии, в областной клинической больнице действует лаборатория. Если раньше процесс занимал целых 24 часа, сейчас чуть более 5 минут. Лаборатория выполняет важнейшую функцию в идентификации тех биологических агентов, которые вызывают воспалительные инфекционные заболевания. Чем скорее в лаборатории будет определен возбудитель, тем быстрее будет начато эффективное лечение. В поморе пневмония по-прежнему остается частым заболеванием. В год число больных увеличивается в среднем на 10 тысяч человек. Но современное оборудование готово переломить эту тенденцию. Мы говорим о том, что в медицинские организации поступает современное рентгенологическое оборудование. Это рентгеновские аппараты, это флюорографы, которые с меньшей дозой, с более высоким разрешением позволяют выявлять признаки пневмонии у человека и, соответственно, также своевременно направлять его на лечение, либо своевременно назначать лекарственную терапию. Также в регионе проходит иммунизация населения против пневмокока. Одна такая вакцинация позволяет получить иммунитет на всю жизнь. При условии, конечно, отказа от вредных привычек и соблюдения простых правил личной гигиены. Дмитрий Черноусов, Александр Кузнецов. Регион 29. В Архангельской области расширяется спектр мер поддержки семьи с детьми, в том числе и жителей Донбасса, которые были вынуждены переехать из своей страны. Один из примеров – материали Виктории Воронцовой. Семья Рязанцевых приехала в Архангельск и Светогорска. Бежали от обстрелов спустя три месяца жизни в подвале. Новым домом для Рязанцевых быстро стал Архангельский центр «Родник». Признаются, что начинать с чистого листа помогла вера в то, что они, наконец, в безопасности и под защитой. Нас все устраивает, помогали, выплаты и все. Ребенок пошел в школу, в 35-ю мы ходим в школу. Там прекрасный директор, она нас сразу взяла в школу. И, ну, конечно, ребенку тяжело было, мы не изучали русский язык там, только украинский. Мой любимый предмет – это ИЗО. На ИЗО мы красим и рисуем все такое. И еще один предмет – технология, а там мы вырезаем из картона всякие поделки. Ну, нравится, потому что там нормальные ученики, хорошо себя ведут на уроках, не разговаривают и получают пятерки, так же, как и я. Супруги Рязанцевы уже получили паспорта, теперь оформляют остальные необходимые для трудоустройства документы. Также по приезде на каждого члена семьи была выдана материальная поддержка – 10 тысяч рублей. Дополнительно семья получает ежемесячное детское пособие. Мы, как органы власти, всегда пытаемся прийти на помощь, если необходимы какие-то дополнительные средства. Так, к примеру, по инициативе органов исполнительной власти Архангельской области вместе с администрациями районов и городских округов, мы наших школьников 1 сентября помогали им собраться в школу, закупая канцелярские принадлежности и товары первой необходимости. Сейчас Рязанцевы, как и другие семьи нашей страны, могут рассчитывать на единое детское пособие. Его введут с 1 января 2023 года для семей с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Выплата объединит ряд действующих мер соцподдержки, включая пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным, ставшим на учет на раннем сроке. Виктория Воронцова, Ольга Красулина, Регион 29. Далее реклама, после продолжим. Оставайтесь с нами. Если вы ищете идеальное место для семейного ужина, веселой встречи с друзьями или новогоднего корпоратива, ваш путь лежит в ресторан «Старый город Баку». Колоритная и аппетитная азербайджанская кухня, живая музыка на любой вкус и большой танцпол сделают ваш вечер незабываемым и надолго оставят приятное послевкусие. Успей купить шубку и получить вторую в подарок. Ждем вас с 15 по 18 ноября на морском речном вокзале города Архангельск. Хотите провести новогодний корпоратив атмосферно, душевно и, главное, вкусно? Тогда вам в ресторан «Армения». Национальная кухня, традиционные кавказские и европейские блюда, армянское гостеприимство и вкусная еда – вот залог успеха вашего праздника. Ресторан «Армения», улица Поморская, дом 5. Продолжаем. Антироссийские санкции способствуют появлению новых производств и направлений в российском бизнесе. Архангел-огородка Жанна Кот шьет теплые кашубки из ткани с натуральной овечьей шерстью. Многие модели уже можно видеть на улицах не только Архангельска. Алексей Макеев побывал на производстве. Как шутят, в этом швейном цехе в процессе собственного производства ни одна овечка не пострадала. А такого производства в Архангельске еще не было. Теплые кашубки изготавливают из ткани с плетеной натуральной овечьей шерстью. Конкретно в этой шубе 80% шерсти и 20% лавсана. Кроме того, эта шуба поставлена на очень теплый утеплитель и на вискозный подклад, который позволяет снизить статическое электричество. Очень тактильно приятные, очень хорошие гигиенические свойства. Мех делают в Оренбурге. Как и знаменитый платок, он теплый, пропускает воздух, отсутствует парниковый эффект. Морозостойкость до минус 25 градусов. В прошлую зиму мы с помощью агентства регионального развития принимали участие в ярмарках в городе в Москве, в Архангельске. На ярмарке получили очень хорошие отклики и убедились в том, что наша продукция нравится не только нам, но и людям. И поэтому мы начали развиваться. Сейчас Жанна придумывает модели, делает лекалы и шьет удивительно красивые, одновременно теплые шапки, рукавицы и сумки. В ближайшем будущем готова выпустить мужскую коллекцию. Потихонечку растем. Открыли магазин в Санкт-Петербурге. Наши шубы выставляются в шоурумах города Ярославля, Москвы. При этом сотрудничество с агентством регионального развития дает и другие возможности. Проводим сейчас работу по сертификации и также помогаем с выходом на электронные площадки. Более того, в ближайшее время мы запускаем проект, где можно автоматически выходить сразу на 8 площадок маркетплейсов. Таким образом, рынок сбыта у наших предпринимателей существенно может увеличиться. Таким образом, предпринимателям Архангельской области открываются широкие перспективы по реализации собственной продукции. Важно иметь актуальное предложение и собственный стиль. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, Ольга Красулина, Регион 29. В Архангельске презентовали альбом «Малые кармакулы». Это увлекательный рассказ об истории возникновения становища, начале метеонаблюдений и современном состоянии полярной станции. «Малые кармакулы» – поселение на архипелаге Новая Земля, где находится одноименная полярная станция Северного управления гидрометеослужбы. Об истории знакового места расскажет этот альбом, который сами авторы называют «маленькой энциклопедией». Местные даже не могли мне не ответить на вопрос, что же такое кармакулы, если есть малые, должны быть большие. То есть такие простые вопросы, но информации так просто было не найти. Пришлось лезть в специальную литературу. И я выпустил две или три статьи на эту тему, но фактура была такая интересная, что хотелось сделать книгу. Наполнить альбом снимками уникальной природы Новой Земли помогла Вера Вакулова. Вот уже пять лет в объектив ее камеры попадают самые яркие краски Арктики. Год от года эта палитра наполняется новыми оттенками. Каждый раз, когда мы туда приезжаем, ну, душа поет. Ты фотографируешь, вдохновляешься невероятно красивыми видами природы. Мечта любого фотографа – снять не только красивые пейзажи, но и запечатлеть животных, что называется, в моменте. Именно так считает один из авторов альбома Николай Гирнет. Ближе к осени, в сентябре, начинаются красивые закаты. Солнечный день становится очень короткий. И поэтому на рассветах, на закатах, когда ты видишь, что животные куда-то пошли на отдых, можно очень осторожно к ним подобраться и издалека сделать кадры на фоне заходящего солнца. Альбом – это единственный, связанный с Арктикой, проект, получивший грант губернаторского центра «Вместе мы сильнее». Ребята смогли взять грант на 2 миллиона рублей, участвовали и прошли весь путь от начала приема заявок, экспертизу успешно прошли и победили. Уже издано 550 экземпляров, которые в ближайшее время можно будет увидеть в библиотеках Архангельска. Кроме того, планируется выход электронной версии книги. Артемий Заварзин, Виолетта Копылова, Евгений Зыков, Регион 29. Таким был этот день. Желаю вам хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова